Как вам новый костюм? И на мне все равно находится этот сет, который меня полностью устраивает, причем вместе с капюшоном, а внешний вид оружия поменять нельзя, как я типа и думал, попробовал, не получилось, вот, поэтому сохраняется только именно внешний вид, одежды, по-моему, выглядят шикарно, может быть найду что-то еще другое, пока что вот мне нравится вот это вот. Вот, короче, значит, сортировал тут вещи, во-первых, у нас почти вот эта стена закончена, одна картина осталась на этой стороне, потом надо будет заполнять еще вторую, и специально, специально не сортировал ящик, потому что, не знаю, мне кажется, это одна из самых интересных активностей в этом музее, это нажимать на ящик, чтобы он все отсортировал и посмотреть, сколько новых витрин появилось, потому что у нас там много получается в галерее естествознания, в каких-то квестовых предметах от зуб дракона и так далее, поэтому сейчас сделаем книжки, тоже, кстати, разбросал, вот что я забыл сделать, книжки, которые никуда не нужны, забыл отнести в библиотеку, ну да ладно. Вот, типа посохи и все такое, там, конечно, много предметов, которые почему-то никуда не хотят, как обычно, но сейчас посмотрим, что произойдет, а я пока попробую найти Ауриена, хотя, скорее всего, я думаю, на библиотеке, как всегда. Вот сейчас сортировочная машина закончит свою работу, можно будет к нему сходить. Я не понимаю, почему за это время в копилке, я правда забрал, тут всего было 250 септимов. Как-то меня это не устраивает, как-то мало, мало несут, хотя вроде как витрин-то, ну, достаточно. Да, Ауриен, видимо, реально где-то в библиотеке сидит. Закинул кучу вещей в сундук на продажу, со временем должны вернуться денежки, так сказать, которые были потрачены на форт. Причем я даже продал драгоценные камни в огромном количестве. Я думаю, что там тысяч, пятнадцать, двадцать, тридцать, может быть, даже придет через какое-то время, когда все это продастся. Так, а почему у меня тут остаются заметки, я их не брал, что ли, камень Шелидора? Так, абонитовая коллекция закончилась, как-то он долго сортирует в этот раз. Тридцать две новые витрины. Тридцать две новые витрины, конечно же, хрен я их найду. Ну, там было много элементов брони, это надо в вооружейную идти, но там все, как всегда, не очень интересно, естественно. Вот, а так, что здесь? Новые маски где-то были, но не уверен, где на самом деле. Посохи, кстати. Посох наверх ушел или куда? Можно еще зайти... Я знаю, куда можно зайти. Нет, здесь посоха нет, ну потому что здесь посохи особенные. Ща, короче, нам нужно сделать что? А че я туплю-то, подожди. Аурен об осколке должен мне рассказать. Да, он в библиотеке. Я сейчас зайду... Не сюда, давай я сейчас сначала к Аурену, тогда потом по остальным комнатам пройдемся. Мне интересно, появилась ли витрина связана с островом вообще. Она же там тоже должна у меня, по идее, быть. Так, книги заполняются. Некоторые тома, кстати, даже, смотри, да, в огромном количестве уже забиты, что довольно неплохо. А некоторые прям вообще нет. Вот здесь как-то критически мало. Ну, книги это такое. Книги это всегда геморрой. Книги искать заколебешься. А, у нас это не работает, точно. У нас это не функционирует. Как я могу забыть? Ну, так может, нам надо нанять каких-нибудь уборщиков, как вариант. У нас есть огромное количество стражей, которые, по идее, должны здесь все защищать. От периодических нападений, которые периодически происходят, да? Так, книга-приемник. Сейчас я тут все разбросаю по-быстрому. Потому что есть дубликаты, 16 аккордов безумия всякие, куча вещей, которые мне просто не нужны именно в инвентаре. Биография Барензи, гномы, какие-то дубликаты книг. Так, музейный путеводитель нельзя, свидетель, падение снежных эльфов, Павла, Правда, Матери Ночи, продвижение завоевания. Все туда, силы стихии оставлю. Потом заклинание, все туда. Пусть он отсортирует. Вот, и тогда что? Тогда давай пойдем посмотрим, что у меня есть. Можно через второй этаж выйти отсюда. И пойду смотреть, чем можно будет заняться. Много чем. Надо просто выбрать. Надо просто выбрать самое интересное. Так, хочу посмотреть, что здесь. Блин, с одной стороны, мне нравится, что у меня меняются периодически артефакты на спине. Ну, потому что, как бы, они уникальны, у них есть свои особенности, и как бы круто. Но они иногда друг с другом настолько сильно не смотрятся, что, вот, я не знаю, снегопад классный. Господи, не стой, не стой, так в упор ко мне. Но он как-то портит, не знаю, внешний вид. Так, а это оно? Да, это оно, вот, витрина Змеиного Зуба. Прикольно, Кулаковирма. Вон, да, сколько всего-то еще не сделано, если так посмотреть. Вон, целая, целая стена огромная. Угу. Все так. Надо посмотреть зацепочки. Зацепочки, какие у меня могут быть зацепочки. Так, я хочу еще сюда. Потому что многие банки должны были попасть сюда. Я надеюсь, что они это сделали. Ну, и отдельные чучелы я там пособирал тоже. Буквально парочку. Чучелы, конечно, так геморройно собирать некоторых животных, просто ужас. Мало того, что я пытаюсь их не убивать особо. Надо еще не забывать с них собирать всякие детали. Да, банки, смотри, все собраны. О, а как они тут летают еще. Я, кстати, даже не знал, что они тут собираются так. Прикольно. Вот, потому что лося вроде когда-то я видел, но ничего с него не взять. А, бабочки теперь будут вылетать прям вообще повсюду. Класс. Саблезуба у меня не хватает здесь. Хоркер вроде как один на меня нападал, не помню, убивал я его, нет. Ну, то есть надо его сюда закинуть. Зато пауки и корусы готовы. С них можно перестать собирать их яйца или что там еще требуется. Тролли наконец собрались. Ну, тут коза еще нужна. Ну, короче, вопросов очень много. На самом деле, как и здесь. Где-то у меня еще, кстати, по-моему, у меня есть сапфир. О, да, вот он расположился. Каким-то образом он у меня залежал в ящике. Так, чем можно заняться? Да, посмотрим. Из окровленного письма, нашедшего на теле Байрона, выяснилось, что этот осколок является частью камня Чим Эль Адабал. Я не помню, кто такой Байрон, это проблема, это было так давно. Письмо у меня есть. А вот об осколке Аурен почему-то отказывается мне рассказывать. Окей, Ралис должен написать. Дозор Стендера нет, спасибо. Камни Барензи. Медитация, кстати. Ой, я что-то немного забыл про это дело. Возможно, возможно... Да хрен с ним, на самом деле. Ворона. Умелые ручки нет, спасибо. Либо лошади, полевая станция. Сундук Короля Органу мы с удовольствием бы нашел, но есть один нюанс. Я не знаю, где он. Чемпион кино. Найти девушек, это тоже в процессе когда-нибудь соберется. Письмо. И мне, конечно, надо что-то отсюда взять. Есть Руинар Кантамза. Хочу я под Лемерским поползать. Вот просто интересно. Просто интересно. Книгу для Толфдера, Амулетмары, Айворстед, Рекур. Слушай, ну Аркантамс получается. Получается Аркантамс. Это где? Это... Так, я понял. Это не на клыке Вирма, однозначно. Просто получается, что из вещей, которые мне нужны, которые... О которых у меня есть информация, это единственное, куда могут сходить. Я, конечно, заколебался под Вимирским Руином ползать, но что поделать. А так надо просто куда-нибудь выйти, и в процессе, я думаю, что-нибудь еще найдется. Зацепится. Солнце! Ну как солнце? Что сейчас утро? Наконец-то. Это не вот эта вот отвратительная погода, господи. Как это... Как это приятно. Ужас. Так, это около... Далековато, на самом деле. Душник Ял. Это, короче, Маркарт. Понял. Так, если это Маркарт, хорошо, тогда... Тогда давай в Маркарт. Благо, у меня есть все возможности для этого. Не помню для чего, мне кажется, я знаю, но я не помню. Я не уверен. Потому что единственное, что у меня осталось, связанного с... Как раз с Двеймерскими Руинами, это, по-моему... Это кусок Этерия. Вроде как он должен быть. Но он у меня вроде с собой. Так, Маркарт, по-моему, где-то... Это Маркарт. Я так не знаю. Надо, конечно, куда-то, наверное, вписаться поинтереснее. По-глобальнее. Но я не знаю, куда. Что? Кто? Я? Какой штраф? За что? Ладно. Умница. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. Какого штрафа? Сидна, что ли? Господи. Они это меня забыть еще не могут. Так мне же... Ладно, не страшно. Мне никакие награды не нужны на себя, пожалуй. Тем более в городах, тем более в больших. Так, вы убрали труп? Офигеть, они убрали труп, наконец-то. Не прошло и... Я не знаю, года. Двух, трех. Возможно, не начали работать. Подожди, нет. Я же потом ходил. Я... Что-то... Что-то сейчас было. Когда я в последний раз был в Маркарсе? Когда, по-моему, мне нужно было для гильдии что-то сделать. Могу ошибаться, но вроде так. Ой. И в итоге они с меня просто берут... Я, короче, я не знаю, ладно. Возможно? Это было нормально. Возможно, нет? Скорее всего, нет. Ну, в принципе, деньги есть. Ладно, мы это... Инвестируем в города. Есть, правда, подозрение, что конкретно эти тысячи септимов уйдут немножко не в инвестицию города. Ну, ладно. Не важно, не важно, не важно. Хорошо. Я, если что, я это припомню. Главное, чтобы они помнили, благодаря кому они все еще живы, вообще. Так, мне, получается, сразу направо, да? Эти мои любимые места около Маркартские, где надо понять, какой именно поворот тебе нужен. Наверное, этот. Там как раз должны быть орки. И за этими орками находится Аркантамс. А он открыт вообще? Что-то не уверен, кстати. С этими двемирскими руинами тоже... Странные разные вещи бывают. Кому? Что? Чел. Ладно, пытайся. Пытайся, дружище. У тебя обязательно получится. Обязательно... Ой! Ай, цепанул мышку! А, это была ошибка. О, нет, подожди. О, нет. Никогда не задевать мышку. О, ладно, пешком пойду дальше. Аммм... Пошел пешком дальше, называется. Так, где у меня воплощение дракона? Козаааа! Вот, видимо, витрина козы готовится. красотка так пещерный медведь мне не нужен возьму не успел я ее спасти так не нападайте на меня я здесь просто мимо иду то помню я этих орков они немножко агрессивные совсем чуть-чуть пещерных медведей в этой части скайрима какое-то невообразимое количество живут бродят ходят о нет подожди кроме как мимо них пройти нельзя а да серьезно это только через них может мы договоримся как-то или я могу по левой стороне обойти попробуем по левой стороне обойти купировали просто вот эту часть вон да вижу оркандамс стой чужак я не к вам кодексу молоката эта крепость принадлежит оркам твоим сородичам сюда хода нет я просто путешественнику я даже не знаю что это за место это наша крепость здесь мы живем по обычаям завещанным молокатом вдали от назойливых нордов ты не орк и не родич по крови так что убирайся прочь мы помогаем только своим хорошо чужакам лучше не лезть то что их я к вам и не собирался просто вы стоите подозрительно близко к двемерским руинам они вот и как раз мне и нужны так ну хотя бы это будут наверно типичные двемерские руины да в отличие от того что было на клыке вирма потому что там конечно вещи были интересные когда ты попадаешь в двемерские руины и там просто дыра километровая вниз опа здравствуйте мишка приятно познакомиться я наверно оставлю вас своему трэл аркантамус пошли что это было что это сейчас было почему сразу микро землетрясения почему сразу микро землетрясения самое интересное поворачивай назад нет если вы думаете что у меня такие вещи остановят когда-нибудь вы очень сильно ошибаетесь мадам поверни назад пока еще не поздно нет что ты вздыхаешь мне такое говорят постоянно катрия и это катрия дай-ка угадай сокровище ищешь верно как и все остальные тебе жить надоело еще что-то какое сокровище это это долгая история доводилось слышать об этерии это редкий минерал который использовали гномы предположительно им пришлось построить особую кузницу кузницу этерия чтобы его обрабатывать выкованные изделия оказались столь могущественными что из-за них началась война а кузница оказалась утеряна по крайней мере так говорит история и что за история привела тебя сюда я всю свою жизнь провела в погоне за этой легендой пока мой помощник скотина не украл мой труд и не опубликовал его от своего имени и теперь мне нет покоя пока у меня не будет доказательства которое можно предъявить всем чтобы все поняли что я нашла чего достигла что моя жизнь не была напрасной но безнадежно это все я погибла здесь как и все остальные поверни назад поверни или станешь новой жертвой я весь этот путь проделал не просто так я смогу с этим справиться хм хм возможно впрочем когда-то я сама так считала мне не отговорить тебя да знаю знаю я сама такая же была в общем если хочешь добраться до самого верха тебе понадобится подмога тебе нужна моя помощь ну давай хорошо тогда вперед эй хватай мой дневник если выживешь он тебе понадобится что какое-то снаряжение особое это не просто стальная броня это стальная броня катрии так война и терия мне нужен дневник катрии взять что в нем написано разберемся видимо потом прошлом будь осторожнее после землетрясения все еле держит ну то что какая прелесть какая прелесть по моему мне надо было не в воду здесь ничего нет да надо было по трубе так тихо скользковато здесь теперь ну крутящийся механизм это гадость как мухи сколько их не убивает но согласен они такие же мерзкие как мухи причем так а ты материально вообще что-то с ним дело хорош а ну-ка пах а обереги А файмеры не понимают, что здесь все ломается? Почему не до сих пор здесь? Они как раз-то всякую сейсмическую активность чувствуют, должны... Нет, как-то... Как-то меня не привлекают две мирские руины, сколько бы я в них не находился... Они, конечно, разные бывают, это понятно... Эти тоже, я бы сказал, не обычные, но нет... Смотри, там сундук, но дверь плотно заперта... Какая? Какая из дверей? Та, которая слева... Но если здесь у них есть вот эти резонаторы, или как она их называла, то... Да или эту дверь можно просто открыть, это же двеймерская, тут есть замок... А нет замка... Ну я ничего не вижу, что могло бы открыть... Вот... Класс, наверное, эти... Руины, которые разрушаются, затапливаются... Нормально все... Все, все под контролем почти... Твою мать, нормально они здесь осели... Неплохо... О, нет, только не ты... грёбаные охотники иди вперед он не может тебя отравить ты призрак прости наверное с удовольствием пошел бы с ними драться но это корусы идти против корусов вплотную это так себе идея так мне нужны стрелы потому что я как-то когда инвентарь сортировал понял что у меня стрелы нормальные просто закончились то есть там этом куча стальных железных но они же вообще ничтожные этому надо короче так а можно сюда не идти как вариант надо короче стрелы находить просто я не могу их экономить с одной стороны потому что ну для чего они нужны чтобы их использовать я начинаю их использовать и все они быстро заканчиваются вон он на бревне все думала куда он подевался где на бревне его не вижу лук на бревне на вот этом бревне возможно он упал от земли 3 они это вот реально лук смотри зефир но он тебе нужен заботься не хороший нет зефир 44 стреляет на 30 процентов быстрее нежели чем стандартный двемерский но у меня да у меня снегопад который наносят всего лишь на почти 30 урона больше 26 я в музей поставлю так о чем ты писала то ну-ка дневник дневника 3 да провалите на этот гнусный эльф вот крыса крадет мои записки мое открытие публикует под своим именем эти раскопки съели 20 лет моей жизни что я получаю взамен посвящения задница тебе коллега и друг он просто издевается надо мной ничего я еще буду смеяться последний таран мог украсть мою теорию но у него нет доказательств пока нет если я первый найду кузницу я докажу всем что это мое открытие моё не его я нашла ниточку в одной из древних покрытых плесенью книг из мзунда упоминается кузнеца страницы рассыпаются на глазах но мне удалось скопировать несколько рисунков включая карте карту двемерских королевств первой эры когда вернусь надо будет сравнить современными границами вот результат аркентамс это название аркентамс тоже упоминалось очевидно там и велись исследование этерия похоже начинать надо оттуда а второе упомянуто как бтар зел город союзник но не бтартамс похоже это местечко поменьше к северу или северо-западу отсюда на реке третье главный источник этерия добывались какой-то глубокой шахты четвертое хранилище необработанного этерия прямо рядом с главным городом самом си городе его держать было нельзя поскольку этэрий гармонически неустойчив у пятого названия нет никакой информации расположения нет но страница за страницей стершиеся схемы ничего особенного извлечь не удалось но на вид похоже на астроля биомеханизм какую-то эмблему из четырех частей может там расположена кузница в любом случае что-то повара что-то важное аркентамс может моя карта не точна но ее оказалось достаточно чтобы привести меня сюда значит имеет смысл искать дошла до сокровищницы здесь тональный замок до сих пор действует судя по трупам можно не сомневаться что и ловушки в полном порядке не нашла никаких зацепок зарисую как следует изучу 5 резонаторов 5 тонов нужно только подобрать правильный порядок посмотрим так это подсказка от того чего у меня пока нет до сначала до этого дайте горд симпатичный кстати вот эти руины мне нравятся а ну вот она видимо похоже или так солнце классно падает в это время дня и вот нравятся такие помещения где это вроде как руина но при этом есть такая огромная дыра в потолку и оттуда свет проникает так все красиво подсвечается всегда особенно когда фаумеры внутри вообще просто убивают кровищами ну прям ну вы поняли так там по-моему есть центурион да я так понимаю надо просто правильно использовать порядок да что написала еще раз она по-моему нашла только два 1 2 3 1 это левый нижний второй это правый нижний а дальше она не знает и как я угадаю если у меня остается еще три варианта а подожди нижний не первый не второй не третий этот не пену то что типа вот там 21 грубо говоря третьим должен быть один из верхних но вот 45 потом под полным рандомом факту я возможно тут что-то еще есть никого еще не было случайно какие-то записки остались я не знаю потому что я так понимаю что если ты неправильно используешь последовательность то там начинают вылезать стой нам нужно поговорить центурионы ты знаешь что это это замок тональный замок простой и можно сказать смертельно опасно видишь наверху резона ты по ним в правильном порядке и двери откроются не угадаешь порядок и тебе известно что вышло когда я попробую ты не попробовала что-то посоветуешь ну ты можешь начать с того на чем я остановилась заметки в моем дневнике если ты в состоянии прочесть кроме того возможно кто-то из наших предшественников поставил подсказку интересного ты мнение обо мне если ты внезапно сможешь их прочитать обрывок бумаги отлично я что-то такое искал потому что 100 информация это было бы просто невозможно ну двемерские стрелы стрелы кстати в огромном количестве моё все моё здесь они никому больше не понадобятся так ну короче моим подсчетом получается смотри левый то есть у нас есть 12 вот этот не 3 и сейчас мы видимо узнаем все остальные это у нас обрывок бумаги 3 это угловой но я знаю что не четвертый точнее знаю что нижний короче последние два придется угадывать ну типа что они противоположная стива на 1 2 3 4 5 наверное так просто может быть по-разному понимаешь то есть опять же закономерность ну какая закономерность они не знаю они скачут в разные стороны если ничего не помогает можно просто рискнуть и посмотреть что будет да не помогает и помогает попасть еще надо 1 2 2 ну давай 4 не угадал и а и а и и а и и О, господи. Огромный вылезет или нет? А, огромный это, видимо, на вторую ошибку. Понял. Хорошо, теперь я знаю. Закономерность, твою мать. Видимо, закономерность в том, что лево-право, лево-право, центр, да? Видимо, закономерность была в этом. Я говорю, это две миры, у них все всегда по-разному бывает. Тут прям именно угадать на 100%. Никогда не нельзя быть уверенным. Я решил рискнуть. Осколка Терри. Что ты вырываешь меня из диалога постоянно? Значит, это правда. Какая правда? Дай посмотрю. Ну-ка. Посмотри на край. Срезано. И очень точно. Если бы у тебя была деталь такого же размера, она бы сюда подошла. Я один раз видела это изображение. Этот осколок, часть ключа. Ключа, сделанного из чистого Этерия. Ключа кузницы. И что теперь? Разумеется, нужно найти остальные части. Должно быть еще... Три. По одной на каждый город, который работал над кузницей. В моем дневнике была карта. С этого и надо начинать. Ну, один у меня уже есть. Правда? Ну, это все упрощает. А что потом? Нам все еще нужно найти саму кузницу. У меня есть соображение на эту тему. Столько всего надо сделать. Я пойду и попробую разобраться с этим. Мы еще встретимся. Уверена. Впервые за долгое время мне кажется, что я... Мы и Правда сможем это сделать. И этим я обязана тебе. Спасибо. Грустно это при том всем. Потому что она же получается... Ну, все равно... Она все равно мертва. Так, что здесь? Ммм, для тепла. Ну, такое. Я, получается, уменьшаю. Ну, типа, мне остается теплее на 22 единицы на 30 секунд. Но потом, когда, типа, эффект спадает, я получаю все обратно. Поэтому это так, чисто, чтобы по-быстрому не умереть от холода. Пантеон магнеге. Отлично. Ладно, а выход какой-то здесь есть нормальный? Ну, типа вот такого. А, нет. Подожди, серьезно? У меня отсюда уходить через... Да не может быть. Ей-то удобно, да. Она призрака. Мне что делать? Но здесь нет никакого лифта. Зашибись. Так, он такого быть не может. Мы пришли... Оттуда или отсюда? А, отсюда нельзя прийти. Какая прелесть. Какая прелесть. Так, ну там, получается, один из... Сейчас. Смотрим. Получается, один из осколков был где-то здесь. Возможно, стоит это дело отметить. А. Ну, короче, да. То есть, у нее в книге там есть карта. Она достаточно очевидная. То, что справа, это мы уже собрали. Так, где? Подожди, а не это. Вот. Вот справа, где четыре, там у меня уже собрано, потому что это было около этих... Я не помню, как называется руина. Ну, в общем, по коллегии мы там были. Там как раз вот помещение рядом. Это было там. Двойка. Это выше отсюда. В принципе, легко найти. Можно переместиться в Рифтон. От Рифтона пройти к пятерке сейчас. Наверное, так и сделаю, потому что, ну, как-то пешком просто корячится. Мне не очень хочется, честно говоря. Вот. От Рифтона к пятерке. И там уже как-нибудь сейчас я найду путь. Потому что к двойке надо будет идти, получается, от Маркарта. Наверх от какого-нибудь Виндхельма. Там по дороге можно посмотреть, где что находится. И мне кажется, та, которая у Рифтона, должна быть более-менее простой в нахождении. Вот. Ну, может быть, хотя бы, когда я это сделаю, она, я не знаю, упокоится, будет ей комфортно умереть. Потому что она, ну, получается, реально положила на это всю свою жизнь. Чувак ее опрокинул. И у нее просто нет теперь никакого адекватного... Как бы это сформулировать? Ну, она просто пошла отчаянно, да, в одиночку, в пещеру, в руины, где просто не вывезла. Как с многими происходит. То есть, это было первое место, куда она пришла. У нее были исследования, а потом она начала ходить по этим точкам. Она пришла в Аркантамз. И именно в Аркантамзе ей не повезло. Мне сейчас, кстати, показалось, или у меня стоит точка перемещения, зачем-то, около телепортов. Зачем у меня там точка перемещения? Просто интересно. Когда у меня буквально есть магическая дверь. Что-то я... Это интересно. Надо туда это убрать. У меня просто одна халявная точка почему-то стоит там, где она мне не нужна. Можно расположить в другое место. В нормальное. В более полезное. А, только подожди! Пять это, наверное... К пятерке, говорит, можно сходить. Пятерка это, по-моему, не осколок Этерия. Пятерка это точка, только у нее одна из точек это... Сама кузня. И что-то мне подсказывает, что пятерка... По-моему, пятерка была кузня. Сейчас посмотрю. Пятерка, Аркантамс, четыре хранилища, три источник. Астролябия, механизм. Да. Так, тогда нет. Тогда отмена плана. Тогда можно сгонять... Блин, двойка вообще в таком неудобном месте находится. Кошмар. Но можно сходить наверх к тройке. Это не займет много времени. Только надо сейчас посмотреть, где это. То есть... Господи. Это где-то вот где-то здесь. Нет, подожди, чуть выше. Где-то вот здесь. Тройка вот этом зуфт. Сейчас, тройка этом зуфт. Это очень сложно определять по такой карте, учитывая, что моя карта немного отличается. Черные это, я так понимаю, города, да? То есть, вот Виндхельм. И оно прям такое в центре. Но там разделена... А, это река. Хотя, это вроде не река. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Три река чуть-чуть выше реки. Иркантант? Или где-то вот здесь? Да, черная-то река. Черная-то река, поэтому оно чуть тушее. Но это реально какой-то иркантант получается. Потому что как раз вот река и вот где-то здесь. А ну-ка. Мне даже интересно. Ну, в Иркантанде я вроде был. А может нет. А может быть я просто мимо проходил Иркантанда. Но она сказала, что она сама будет тоже искать. И мы с ней встретимся около руин, где как раз находятся осколки. Не, Иркантант, это тут что-то было. Я помню это место. Возможно, конечно, я упустил. Такое может быть. но я сомневаюсь но типа либо это здесь либо тогда руины какие-то другие надо искать которые здесь есть еще рядышком может ли быть такое я не уверен но мне в это же время друзья иркантан иркантан мы тут с мерсером сражались вроде да а и вот смотри если смотреть да 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 там есть еще какие-то руины вот меня туда прекрасная погода здесь всегда она здесь такая ну да ладно чего все топовые артефакты не могут находиться где-нибудь там около с литью давает рано вот прям в упоре знаешь был бы безмерно счастлив если бы было просто так хладриги ты фигачить просто на лошади на скорости еще ветер в лицо очень приятно так это выход из руин каких-то видимо которые находятся здесь судя по карте да это она у меня метка она по и она появилась да потому что я наверное ну да потому что я нашел и здесь не было просто потому что ребята я не в настроении сегодня ты меня предупреждаешь ты меня предупреждаешь ты меня предупреждаешь ладно хорошо предупреждая меня предупреждаю твою мать ральбдхар интересное название сюда идите все хотя с другой стороны молодец спело сейчас подожди у меня крик восстановится я к тебе приду не волнуйся упс ну все мне надоело знали бы вы как мне надоело мне кстати интересно знаешь что как с этим сетом брони будет выглядеть дракония шкура да у нее хотя бы появляется здесь какой-то внешний вид да это все таки на кожу применяется прикольно в том потому что с эти все было закрыто все было в маске лицо не видно тоже блин как то надо что то надо сделать драконьей шкуры чтобы она действовала дольше реально ну не вот я не могу понять почему мастерское заклинание защиты работает так работает так медленно вот уже почти половина закончилось я не знаю что за это время должен был бы успеть сделать оно кастуется практически столько же сколько работает по времени такое ощущение что с ним что-то не так либо я говорю не знаю надо просто опять пересаживаться на эбонитову и не выносить себе мозг какая прелесть тихо я конечно иду сюда немножко существом спать это это какой-то кинжал найти удобно можно было в таких ситуациях ими работать потому что мечами конечно делать скрытые атаки по противникам это интересное решение тоже у меня она выжила так она выжила а сук как я ненавижу лучников это по мне ты нормально этом Невероятно раздражают. Слушай, а давай реально. Я просто тупо хожу без брони, которая могла бы у меня быть. Хорошо, у меня не работает нормально драконья шкура. Эбонитовый оплот, значит, будет. Мне это надоело. Потому что использовать драконью постоянно я не могу. Потому что это тупизм ходить просто и каждые 5 секунд перекастовывать на себя защиту. А как будто бы Эбонитовая, пожалуйста, она работать будет. Ну, несколько минут хотя бы. Так, мне надо с двух рук, мать, ну что ты сделал вот. Ну ладно. Что ж пойдет? Кто-то еще хочет что-то сказать, может быть. Что-то предъявить. Попытаться может меня убить там, я не знаю. Чего там не стоило? Че-че-че-че-че-че-че-че скажешь? Чего там? Надоели вы мне. Ключ. Ключ от той двери, которая там только что была тоже? Или нет? К вопросу о двемерах, том первый. Мне кажется, у меня эта книга есть, просто я ее не читал никогда. Какая-то броня двемерская зачарованная. Скрытый 40, вау. Это да. Слушай, а давай я реально с ними разберусь просто. Где, где мое испепеление? Давненько, давненько я не перекастовывал противников, мне кажется. Вот прям не хватает. Так, сюда можно было зайти, видимо, да, с этой стороны, потому что как раз здесь арбалет на них были направлены. Удобно, кстати. Могло бы сработать. Блин, вот эта броня, кстати, очень круто позволяет полностью, скажем так, выглядеть как что-то магическое в то же время. То есть, боевой маг в целом в такой броне может ходить, мне кажется. Что же это было? А было-то что? А что было-то? Как ты еще жива? Как ты жива еще? Куда ты собралась? Единственное, я забыл, как испепеление работает на противников. И сколько ман оно выжирает, если у меня нет правильного капюшона и кольца. И брони, и, ну, короче. У меня просто в какой-то момент, я же, получается, дошел до вот этой стадии, что мне не надо кастовать много. Мне надо кастовать один раз. Ну, просто очень сильно. Как не хватает-то? А, класс, у меня что-то, что-то пошло не так, подожди. Все, все еще мастер. Не, оно открылось не как мастер. Оно стопроцентово было уже не мастером. Железный щит настоящего блокирования. Золотая руда. Карты септимы. Карты септимы, это хорошо. Где осколок этерия? Почему вы вообще здесь? Что вот они тут делали в этих бремерских руинах? С какой целью они здесь осели? Кто-нибудь мне расскажет. О, господи. Эбонитовая, кстати, держится до сих пор. Если что. Так, было бы неплохо их сжечь, по-моему. Дракония душа бесплатная. Что, откуда, ладно. Сзади. Так, это мертво. Это мастер. Подожди их. Как я долблю одновременно просто. И огнем, и холодом. А мы огнем. Субтитры сделал DimaTorzok Оно просто так активируется, простите Господи Просто рядом постоял Вот нужны какие-то еще причины, по которым я ненавижу двеймерские руины Они реально просто активируются от моего присутствия здесь Ну здесь надо И они не отключаются при этом Ну если так, то все нормально Как будет проходить трейл я не знаю Видимо никак О нет Надо сжечь, надо сжечь Ага Мало маны, надо больше Что это? Достреляй ты по нему А, зашибись Я ибонитовая броня решила типа спасть именно сейчас Ну кстати, сейчас технически я мог бы? Не, оттуда не получится Причем Это по-моему была ибонитовая Не с двух рук Сейчас могу ошибаться Надо проверить Как-то она странно у меня использовалась Типа вот сейчас надо Как только накопится Сейчас маму сделать сразу Фуловую Но это да Это все равно Это компенсирует Как-то урон Достаточно серьезно Это было с двух Буду фиолетевеньким теперь Светиться постоянно Катана Сколько урона? Подожди Это просто обычная катана На девяносто один Сколько у меня наносят мои ибонитовые? Девяносто четыре Ладно, вопрос закрыт А А меч древних языков Восемьдесят девять Но меч древних языков Добавляет мне Способность Это просто мой урон уже Да? Такой неадекватный стал Девяносто один Да, конечно Да сейчас Что ты будешь делать? Ааа, да? Ой, здрасте Какая прелесть Они в него убиваются А пока они в него убиваются Я вот так вот, да, делаю Судя по всему Потому что Я это убивать Как-то особо Наверное Не планирую Простите фаунеры Давайте Удачи вам там с ним Развлекайтесь как можете Твою мать Куда идти-то Так, мне надо наверх Вот сюда Как Это тупик Турчок Угадаю Рычаг Наверное Здесь Кнопка Где-то у меня был приглушение шагов Типа Я че-то Так, если подумать Даже сейчас Лишним не будет До свидания Этим фаунерам Мне повезло Оказаться с ним В одной комнате Вообще Это просто Жесть Я думал Это рычаг Серьезный Бонитовая броня Спасибо Что ты есть Просто в тени Не увидел Че это такое Чего Эльфийская броня Здоровье Слушай, да Стратегически верное решение Я принял Когда вот так вот пошел Четыре кнопки Какие-то Зачем здесь Четыре какие-то кнопки Какая прелесть Мне надо угадать Или что Какая кнопка Меня не поджарит Третья Третья правда Не поджарит Господи Где этот кусок Этерия По-моему По-моему Уже должен быть Нет Во Какой-то Какой-то мост Так Но тут все По нас застревало Приглушение шагов Кстати против фаумеров Вообще Сильное, да Заклинание Они просто не могут Меня обнаружить Сейчас Никак Они не могут Обо мне знать Самое лучшее Что я мог решить Правду делать Это просто Магия Плюс боевые способности Это самое Крутое Это самое Сильное Что только Можно было Придумать О нет Фаумеры Ваш выход Фаумеры Давайте Вот вы Не можете Друг друга Не обнаружить Один уже Валяется Здесь Мертвый Кстати Они не хотят Надо их Как-то Как-то Надо их Стравить Иди сюда Я вот Столько Наношу Скрытым Уроном Скрытым О Пошло Пошло Дело Слушай Они его Разбирают Просто Запчасти Смотри Ну не все Переживут Это сражение Главное, правильно, использовать фаумеров. Так, дверь. Слушай, ну вот он точно должен был защищать уже сам камень Этери, а по-другому быть не может. Ой, ты уже здесь? У тебя нет, да, вот этой вот проблемы с стенами? Ой. А у меня и бонитовый нет. А это не важно. Думаешь? Не сомневаешься и на секунду? Мне тут такое пройти пришлось, чтобы добраться сюда. Эльфийский двуручный. Свиток пропаганда. Интересный свиток, интересно. Возьмем. Так, это выход. Про вот эти вот механизмы я говорю, то есть он же не работает, ну да. Но это и не сам осколок Этери мне нужен. Должна сказать, я рада, что все закончилось. Ты-то рада. Это который? Третий? Значит, остается последний. Увидимся на месте. Ничего сказать даже не давала. Ну ладно. Ну вот эти штуки интересные. Но, понимаешь, суть в том, что когда я получу, когда-нибудь и найду вещь, которую нужна, чтобы активировать вот здесь, вот эти две мирские механизмы, возвращаться в каждые две мирские руины, где был этот механизм, ну это просто физически же невозможно. Это надо тогда записывать отдельно каждый, чтобы запоминать. Так, но остается, получается, тот, который был слева, да? Там около... Там не около Маркарта, это... От какого-нибудь Драконьего моста, наверное, ближе будет. Сейчас надо посмотреть по карте, где я вышел. Примерно здесь же. Это, короче... Если мы смотрим относительно рек... Оплод, друадах, это где-то здесь. Вот, прям, примерно вот... Вон, я даже вижу на карте. Вот это две мирские руины. Вот мне нужно вот это. Туда идти... Да, вот Эмбергард. Даже не Драконьий мост, Драконьий мост подальше будет. Ну, короче, это немножко... Немножко неудобное место максимально. Но придется идти им.